МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых забавных символах кода Анастасия Ализаревич. У природы все-таки есть плохая погода. И очень скоро мы в этом убедимся. Тюменская область в ожидании холодного климатического удара. Но какая от грядущей стужи может быть польза? Расскажем сегодня. Вы смотрите Точнее. С вами Ольга Солоницына. Здравствуйте. Ну а начнем мы с истории мальчика, которого в морозы высадили из маршрутки. По словам мамы, водитель провез ее сына 7 лишних остановок и высадил на другом конце города. Никого не обвиняя и незащищая мы просто попытались беспристрастно разобраться в этой ситуации. Сын стал пленником маршрутки. Такой гневный пост опубликовал на своей странице Тюменко. Якобы водитель не выпускал 10-летнего мальчика, не оплатившего проезд. А школьник просто забыл транспортную карту дома. Водитель маршрута номер 50 провез его 7 лишних остановок, пока кто-то из пассажиров не отдал за ребенка 22 рубля. В итоге мальчик вернулся домой пешком, однако в Тюмень-Гор-Транс подобной жалобы не поступало. Водителя нашли Анатолий Донкоглов, работает с 87-го года. Штрафов не имеет, нареканий тоже. Он изложил свою версию. В остановке Одесской у меня оставалось 3 пассажира, 2 женщины и ребенок, которого я только заметил на Одесской. Женщина вышла, вторая говорит, ребенок выходит на суд медэкспертизе, он потерял транспортную карту, и я рассчитаюсь за него. Ребенок вышел на суд медэкспертизе, а женщина доехала до Очакова, рассчиталась за себя и за ребенка, и вышла. Мальчику надо было выйти возле центра дзюдо. Скорее всего, он постеснялся сказать водителю, что денег нет, но если бы он сообщил, то его бы точно задерживать не стали. У тюменских перевозчиков есть инструкция, согласно которой водители не имеют права высаживать пассажиров, особенно пенсионеров и школьников, в случае форс-мажорных ситуаций. Маме мальчика принесли извинения, в итоге гневный пост тюменка удалила. Карина Закирьянова, Тюменское время. Ну и для родителей тоже есть инструкция. В холода детей одних на улицу лучше не отпускать, а если уж по-другому нельзя, то убедитесь в том, что у ребенка точно есть деньги на проезд и телефон. Ну а для автолюбителей мороз тоже испытание. Как поведет себя железный друг в минус 40 предсказать невозможно. Но что делать, если он замерз и заглох? Уточняем? Лариса Ульянова недавно поменяла машину. И в первые же морозы она подвела. Вот была в командировке, три дня уехала, морозы начались. И, наверное, аккумулятор сел, и я не могу завести. Компаний, которые занимаются запуском автомобиля, в Тюмени немало. Их можно найти в интернете или в социальных сетях, но горожане чаще всего звонят в такси. Перевозчики могут и прикурить, и обогреть. В среднем услуги автопомощника обходятся в тысячу рублей. Самый минимум, который может понадобиться. Свечной ключ, диагностический сканер, батарейка. Ну и, в общем, все. Когда железный конь никак не реагирует на просьбы хозяина, дорога в СТО. Однако за эвакуатор придется хорошо заплатить. Еще 500 рублей возьмут механики просто за теплое место. Серьезные холода здесь даже ночью яблоку негде упасть. А первых клиентов привозят и в минус 25. В первую очередь, если она не запускается, подцепляем диагностику, смотрим. То есть, есть, нет ошибки. Если машину пытались запустить, значит, вылезла какая-то ошибка. Если нет, значит, смотрим, выкручиваем свечи и смотрим. Если их залило, значит, мы продуваем цилиндры. Но всегда есть бюджетные варианты. Автобусам холода не страшны. По каждой автоколонии два человека остается для того, чтобы через определенный промежуток времени завести автомашину, прогреть ее. И утром перед выпуском в 5 утра также заводится эта машина. Водитель приходит, машина теплая, заводит и выезжает на линию. МЧС рекомендует не планировать в холода дальние поездки. Однако в минус 30 на всех трассах будут дежурить мобильные пункты обогрева. Они укомплектованы всем необходимым. Теплая одежда, паяльные лампы, средства для запуска автомобилей. Самое основное – это двигатель отогреваем тепловыми пушками. Ну и, соответственно, потом запускаем двигатели с пускозарядом, потому что аккумулятор в них садится, как правило. Ну и пока двигатель отогревается, поем чаем. В этом году спасатели уже выручали автомобилистов на трассе. И в грядущие морозы вновь готовы прийти на помощь. Александр Гришаков, Сергей Кондаков. Тюменское время. Что еще интересного происходило в области и ее столице, расскажем далее в коротком обзоре событий. Подводим итоги. О том, как регион прожил уходящий год, Владимир Якушев доложил при встрече председателю Совета Федерации Валентине Мутвиенко. Результаты неплохие. Так, индекс роста промышленного производства составил 102%. Удалось воплотить в жизнь успешные проекты в сфере агропромышленного комплекса. Нам много удалось сделать в 2016 году с точки зрения реализации наших инвестиционных проектов. И я достаточно предметно Валентине Ивановне рассказал, что это были за проекты. Проекты в разных областях. Это и глубокая переработка углеводородного сырья, и увеличение добычи углеводородов на территории Тюменской области. Только с помощью одного из проектов в области появится 2500 рабочих мест. Долгожданное закрытие. Три года жители дома 102А на Имской добивались, чтобы остановили нелегальную продажу алкоголя в местном магазине. Дело дошло до суда, но проблемы с покупателями, выпивающими на детской площадке, так и осталось. Вместе с активистами Народного фронта проблемой занялись и наши корреспонденты. Выяснилось, исполнительное дело затягивали в службе судебных приставов. Сейчас на двери объявления. Закрыто, но жители опасаются, что торговля на этом не остановится. Ведь проблема не только в том, что это было неправильно все оформлено и незаконно на торговле. В том, что еще они нарушали правила общественного порядка покупателей и так далее. Если это будет происходить и по новому адресу, ну, значит, мы просто услышим очередные жалобы жильцов. Мы продолжим следить за этой историей. К новогоднему столу в субботу, 17 декабря, на пяти торговых площадках Тюмени пройдет продовольственная ярмарка. С восьми часов утра горожане смогут приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей. Свинину, говядину, баранину, птицу, рыбу, хлеб, овощи, сушеные плоды, дикоросы, мед и не только. Продажа по традиции развернется возле торговых центров «Заречный двор», «Порт», у гипермаркета «Окей» на Широтной, у выставочного зала на Севастопольской, а также на Бакинских комиссаров со стороны Ямской. Грядущие морозы и сезонное повышение заболеваемости – вот две главные темы этих дней. В школах Тюмени уже начинают водить карантин, а впереди ведь еще Новый год и сезон массовых детских мероприятий. И вполне логично, что гости, или журналы точнее, сегодня заместитель главного государственного санитарного врача по Тюменской области Андрей Накатаев. Андрей Валентинович, приветствуем вас. Здравствуйте. Итак, эпид-порог в Тюмени превышен. В интернете гуляют самые разные цифры, там от 13 до 18%. На сайте вашего ведомства, к сожалению, тоже информацию точную найти не смогла. Все-таки, из первых уз хочется узнать, какова ситуация? Она стандартная или уже нужно куда-то бежать и чего-то делать? Каждый год у нас в зимний, в весенний период поднимается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Сейчас происходит сезонный подъем. И эпидемический порог, вот те цифры, которые используются, он необходим, это технический термин, который необходим для организации необходимых мероприятий. Потому что к подъему заболеваемости давно готовы и учреждения здравоохранения, учреждения образования, в которых идет учебный процесс. Правильно ли я поняла, что эти 16,8% это ничего страшного, бежать никуда не надо и волосы на себе рвать тоже не нужно? Не нужно. Нужно соблюдать определенные меры профилактики, которые каждая мама, каждый папа, каждая бабушка, дедушка знает? Конечно, нам всем это известно. И на любом сайте, сайте, значит, учреждения здравоохранения, Роспотребнадзора, наше управление, эти простые меры давно прописаны, и они не изменились с прошлого года. Скажите, а по сравнению с прошлым годом, вот на этот же период, какова ситуация, если посмотреть сравнение? Несколько выше заболеваемость остыми респираторными вирусными инфекциями сейчас. Причем преобладают 75%, преобладают риновирусы, аденовирусы, те, которые являются причиной простудных заболеваний, но не дают серьезных тяжелых осложнений. Это не грипп. Да, это не грипп. И 25% как раз заболеваемость тем самым гриппом, H3N1, о котором говорится. В школьных коллективах, в среде мам, в соцсетях такая прямо информация ходит, что вроде не от того мы гриппа прививали, и что пришел не тот грипп, которого ждали, и что где прививки-то они не сработают. Вот что вы можете, как можете прокомментировать? Это слухи, а вот слухи можно победить только правдой. И когда сравнивают, выделяют, ведь мониторинг производится за теми как раз возбудителями, которые среди нас циркулируют. И вот то, что я говорю, вот те выявленные, это результаты как раз вирусологических исследований. И именно те штаммы гриппа, которые ожидаются, те к нам сейчас приходят. Подтверждается. А сколько, кстати, у нас людей сейчас с гриппом-то? Ну вот у нас 38 случаев, подтвержденных именно лабораторно, случаев гриппа. H3N1, того самого против, и причем болеют непривитые люди. Привитые люди у нас сейчас не болеют на сегодняшний день. Нет таких цифров. Еще новость номер один у нас, это грядущие морозы. Крепкие, сибирские, обещают. Как это может повлиять на эпидситуацию? Ну, морозы, ну, мы к ним привыкли. Ну, к таким-то мы не привыкли. С одной стороны, мы знаем, что дети у нас перестают ходить в школу младшей классы. И не каждый по морозу начинает, значит, куда-то собираться, в тесные помещения большой компании, где возможна передача как раз по воздуху этого вируса. И, с другой стороны, организм человека в условиях мороза, он начинает даже, у него даже обмен веществ усиливается. А вирус гриппа в минус 40, он умирает? Вирус в минус 40, конечно, гибнет. А на улице заразится фактически? На морозе достаточно сложно заразиться, особенно во время мороза. И если, не дай бог, не удастся нам удержать ситуацию под контролем, ну, я думаю, что все у нас будет хорошо, но, тем не менее, новогодние праздники у нас под вопросом детские. Можно с вами вообще не согласиться. Ну, стучать по дереву мы не будем, во-первых. А во-вторых, сейчас, когда сезонный подъем уже произошел, проводятся мероприятия профилактические. Утренний фильтр в детских учреждениях, наблюдение за здоровьем детей, проветривание помещений, дезинфекционные мероприятия усилены. Но в случае, если заболеваемость будет повышаться и будет к этому необходимость, то тогда будут проводиться и ограничительные меры. Но это в случае необходимости, когда, если это будет необходимо. Ну, наверное, в такой ситуации все-таки здоровье будет важнее, чем новогодние праздники, но мы все-таки будем надеяться, что и со здоровьем будет все хорошо, и новогодние праздники тоже состоятся. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Тюмень в тревожном ожидании. Международный союз биатлонистов сообщил, что в его распоряжении оказался список с 31 фамилией наших стреляющих лыжников. Спортсменов подозревают в употреблении допинга. К слову, из-за доклада главы ВАДА Макларена уже пострадал город Сочи, российский курорт лишили чемпионата мира по бобслею. Если вина биатлонистов будет доказана, Тюмень запросто может потерять мартовский этап Кубка мира. Правда, организаторы до последнего уверены, этого не произойдет. Сомнительно, что в настоящий момент, с учетом того же доклада Макларена, какие-то действия могут быть предприняты. Мы готовимся в рабочем режиме, принимаем заявки от команд, идет реализация билетов. Что же нам остается в такой ситуации только верить и ждать. Но сейчас еще одна международная новость. Казахстан сегодня отмечает 25-летие собственной независимости. И к этой дате тюменцы как раз успели доделать свой подарок. Казахскую речь тюменские строители так и не научились понимать. Хотя и необходимости не было. На объекте оказались все свои. Так конструкцию моста через Иртыш разработали проектировщики из Санкт-Петербургского института. Мы просто осовременили этот проект. Мы сделали эти три арки сетчатыми, с вантовыми подвесками. Это самая современная конструкция. Благодаря... Она очень экономичная. Благодаря этому решению удалось сэкономить 4,5 тысячи тонн металла. Перед тем, как монтировать пролеты в Павлодаре, их сначала, как лего, собрали в Кургане. Пришлось собирать полностью контрольные сборки, чтобы здесь уже не было никаких издержек. И все собиралось быстро и оперативно. В связи с теми же погодными условиями. Опять же, сроки по контракту были порядка 8 месяцев. Мы должны были все поставить. Ну, сделали все в срок. На месте центральную арку помогали поднимать специалисты из Швейцарии. Несколько часов ушло только на то, чтобы домкратами оторвать металл от земли. Не помешал ни языковой барьер, ни штормовой ветер. МО-11 показал себя очень сильным компаниям, которым раньше такого не было. МОС, который они поднимали специальным оборудованием, который раньше такого не использовали никогда. Они первый раз использовали. Они молодцы. За счет этого они идут шаг вперед. Мостострой-11 почти три года потратил на реализацию проекта. Из центральной части Казахстана до соседних регионов России теперь есть прямая дорога. Это очень значимый объект, который даст развитие, наверное, опять же, Казахстану, когда появляется новая трасса, объездная дорога вокруг Павлодара. Миссия выполнена. Почти вся техника с территории республики вывезена, бригады уехали. Теперь им предстоит построить мост из Краснодарского края в Крым. Конечно, мы все командиры, без народа мы никто. Самая большая заслуга – это коллектив. У нас отряд с поставленными задачами справился. Конечно, трудности были разные, но мы их победили все равно. Победа за нами, коллективу огромное спасибо, конечно, что сделали это вовремя, в срок и красиво. В знак благодарности тюменцам на берегу установлена памятная табличка «Мост дружбы». Казахская сторона посчитала хорошим подарком ко Дню независимости страны. Александра Сосновская, Антон Пригорницкий. Тюменское время. Новогодние товары уже на полках всех магазинов. Особое место занимает символ года – петух. Но творение не дизайнеров, а природы все-таки интереснее. Самые-самые живые кукарекающие, которых нам только удалось отыскать. Просто чудо в перьях в нашем следующем сюжете. Этот красавец породы Йокогама – немецкой селекции, но и японских кровей. Однако в деревенском курятнике Ольги Головко его зовут по-русски Петрухой. Петух, надо сказать, особенный. Хвост вырастает до 15 метров. Перья не линяют круглый год. А что самое ценное для хозяйки – японский самурай на редкость любеобильный и плодовитый. И хотя породистая невеста у него одна, этот мужчина успевает уделить внимание всем дамам в курятнике. Японец один на 100 русских кур. И ни одна не жаловалась. Дают по 320 яиц в год каждая. С учетом, что порода не яйценоская. Они успевают, вот их никто не карауляет, не контролирует. Я провожу эксперименты, вот сажу его в общий двор. И вот от него растет всякое разное разношерстное потомство. А в подворье Марины Геменчук целое петушиное царство. На тысячу голов куриц у нее сразу 20 петухов. Есть среди них и рекордсмены. Самый маленький петушок, самый забияка. Мал да удал, точно про него. Этот карлик Кахинхин весит всего полкило и 20 сантиметров росту. Однако смелости ему не занимать. Царственной походкой и громким голосом страх наводит даже на самого старого и высокого петуха-курятника. Петьку породы Брама. Этот 70 сантиметров в высоту, весит 6 килограммов и по петушиным меркам долгожитель. На яйца и цыплят от него особый спрос. Они 5 лет живут, это что он долгожитель, обиделся. Они 5 лет живут, поэтому он в самом расцвете 7. Есть в курятнике под Тюменью и петух китаец. Разрез глаз как раз обычный, а вот кости и все, что под белоснежным пухом черного цвета. Но это не загар и родственников Африки у Петьки из Учхоза нет. Редкая порода называется китайская шелковая. У него черное мясо, черная кожа и очень полезное мясо. Но мы, конечно, их не кушаем. 2017 год огненного петуха. Но многие ошибочно полагают, что этому зверю на новогоднем празднике не место. Это не так. Петух на столе, счастье в семье. Анастасия Лизаревич, Дмитрий Бурматов, Тюменское время. Снегу в Тюмени нашли креативное применение. Из него сформировали 22 прессованных куба. А 24 декабря школьные команды со всего города будут из них лепить снеговиков. С собой ведра, обязательно резиновые перчатки, теплые рукавички и инструмент. Лопаты, тесаки, стамески. Все, что есть, обязательно краски. Помимо снеговиков можно слепить и другие фигуры. Пока в управу поступило 15 заявок. Конкурс пройдет в сквере Комсомольском. А пока к тюменцам большая просьба. Не трогайте и не ломайте снежные кубы. Иначе детям просто не из чего будет творить. А юный житель Тюменской области Глеб Русаков уже натворил. Стал победителем всероссийского конкурса «Поколение М». И тем самым шагнул из малого кинематографа в большой. Юный режиссер из Ишима впервые в Москве и сразу попал на знаменитый Мосфильм. Пока только на экскурсию, но скоро Глеб Русаков станет еще ближе к великим мэтрам. Конечно, хотелось бы бывать вообще на съемках вот таких вот глобальных фильмов каких-то. Ну вот и будет как раз случай в феврале на стажировке в РФГ-групп. А РФГ-групп, они какие картины снимали? ВИ, 3Д. Путевку в большой кинематограф получил благодаря победе во всероссийском конкурсе «Поколение М». Его короткометражка «Эликсир-отличник» обошла 300 других работ со всей России. У Таньки стащила, завтра контрольная. «Эликсир-отличник» нам всем поможет. Фильм снимали вместе с папой. Виталий Русаков с детства приучал сына к искусству. В Ишиме у него своя киностудия. Еще в советское время я посещал кинокружок. В то время это было. То есть мы еще монтировали, так скажем, пленочную продукцию. И в какой-то промежуток времени это все забылось, но в зрелом возрасте я снова вернулся к этому. Когда моя мечта будет реализоваться моими детьми, это лучшая мечта. Теперь сын дает интервью и открывает вместе с организаторами старт нового киносезона «Поколение М». Этот всероссийский проект дает шанс не только юным режиссерам, но и певцам, художникам, актерам, дизайнерам. Более 10 номинаций для детей от 6 до 18 лет. Полина Гагарина, Диана Арбенина, Вячеслав Зайцев и другие звезды будут работать с ребятами онлайн. Что такое использование интернетов, как ты? Ты либо себя забрасываешь туда и не думаешь о себе, либо ты по-хорошему эгоист и ты используешь это коммуникация для получения собственных знаний. Этот проект еще и благотворительный. Каждое действие в сети, например, лайк или комментарий, организаторами переводится в деньги. Благодаря такой активности за два сезона удалось собрать 14 миллионов рублей для детей с тяжелыми заболеваниями. Тюмень – один из самых активных регионов в онлайне, генерящий постоянные работы детские в «Поколении М». И то, что оттуда уже были победители, уже были призеры – это вполне логичный результат. Я надеюсь, в этом сезоне их будет еще больше. Как минимум один победитель из нашей области будет точно. Тюмень попала в пятерку городов, где конкурс пройдет не только онлайн, но и в формате реального фестиваля. Правда, лишь в кинономинации. А вот по другим направлениям придется соревноваться виртуально. Прием заявок продлится до конца учебного года. Екатерина Шадрина, Дарья Власова, Алексей Безделов. Тюменское время. И сейчас давайте вместе спланируем выходные. От идеи уличных развлечений предлагаем сразу отказаться. А вот где будет интересно и при этом тепло – подскажем в нашей рубрике. Точнее рекомендуют. Сто лет назад одним из самых популярных магазинов в Тюмени был торговый дом купца Колокольникова. И перед Новым годом в его витринах можно было присмотреть подарки для близких. Теперь же это музей. Однако в эти выходные он распахнет свои двери не для выставок, а для покупок. Спустя век здесь вновь пройдет новогодняя ярмарка. В этом году можно будет найти необычные подарки, сувениры, игрушки и украшения, выполненные руками тюменских мастеров. Во дворике развернется елочный базар. И если наскучит шоппинг, покупатели смогут отведать кофе и сладости. Кажется, в музее будет совсем как в торговом центре, лишь антураж вокруг исторический. Не только подарки, но и искусство поможет погрузиться в атмосферу предстоящего праздника. Щелкунчик – одна из самых новогодних сказок. Поэтому многие театры в эти дни включают в свой репертуар одноименный балет. У нас, к сожалению, нет хореографической труппы, которая могла бы исполнить партии из этого спектакля. Тогда стоит посмотреть на артистов Большого театра. Увы, но они не приедут к нам на гастроли, однако и в Москву ехать не обязательно. Благодаря международному проекту «Театр HD» спектакли ведущих коллективов мира можно увидеть в прямом эфире на экранах кинотеатра. Тюменский драматический, пусть не щелкунчиком, но тоже готовит для зрителей сюрприз – «Буратино». Премьера только на следующей неделе, так что в эти выходные добро пожаловать на вечерние постановки. Успевайте, ведь после всю афишу займут детские спектакли. В субботу «Академия смеха» – это комедия о том, как драматург приходит строгому цензору, чтобы получить разрешение на постановку пьесы. Спектакль в репертуаре уже три года, однако до сих пор пользуется у зрителей большим успехом. А вот эти ребята пока редко собирают полные залы, точнее – стадионы. В выходные «Тюменский легион» сыграет последний матч в 2016 году. И, кстати, болельщикам вход на него свободный. В субботу тюменцы встретятся с реактором из Нижнекамска. Они на 12 позиций опережают нашу команду, но удача и поддержка болельщиков порой оказываются важнее силы и мощи. На этом у меня все. Пусть уже в эти выходные начнут сбываться первые предновогодние желания. Дарья Власова, Сергей Мякишев. Тюменское время. И сейчас о погоде. В обеих столицах ночью под 30. Днем в Тобольске до минус 26, в Тюмени минус 21-23. Переменная облачность, возможен небольшой снег. Партнер программы «Аптека.ру» Ваш гид в мире лекарств. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok